Благодарность за его любовь. И конечно самый великий дар. Вот сейчас его невозможно понять. Потому что мы все печёмся, как сказал брат, о свою. Ну уже плотно. Её надо обязательно надеть. Правильно? Жарко. Её надо раздеть. И пока пенсионер обязательно сидит, чтобы прохладно было. Уже плот требует. Но это не важно. Плоть уйдёт. Бог знает составы наши. Он говорит, я знаю Бог. Из чего мы взяли, из чего мы сделаны? Из праха. Из праха. Из пыли. И он сказал, прах ты был, прах возвратишься. Всё чётко. Так что вот этот костюмчик, это не должен стоять на первом месте. А вот жизнь вечная. Смотрите, не десять, не двадцать, не семьдесят, не восемьдесят, не сто лет. В вечности. И вот где ты её будешь пробытывать? Вот где ты облаканусь. Вот если это кого-то касается, он думает, слушай, а даже пускай на миллионную долю вот эта истина, и вдруг я попаду вот туда, не принял Христа, не принял спасения. Но это же ужасно. А не проще или? А не проще или? Как написано во втором санме Бог говорит. Почтите Сына, чтобы Он не прогневался на вас и вам не погибнуть в пути вашем. Почтите Иисуса Христа, Господа вашего. Ты просто так, задумайся, человек, почему сегодня ты здесь? Это всё. Ну ладно, а то я заговорился слишком. Пожалуйста, брат. Приветствую вас, дорогой собрание, я вас всех очень люблю. Пастухи говорили нам, что мы призваны из мира. Знаете, когда я первый раз пришел в собрание, меня пригласили, мне просто неудобно было отказаться. Когда я вышел после собрания, я сказал, найти меня больше тут не будет. Но уже в следующее воскресенье я пришел в собрание и дождался конца собрания, который подошел к пастуру и записался на хрещение. Так что пути Господни неоследимы. Бог нас призывает. Нам кажется, что мы выбираем Бога, но тем не менее мы избраны Богом еще до сотворения мира. И мы записаны туда, в книгу жизни. И ничего в истории нельзя избавить. Микрофон ближе. Хорошо. Микрофон ближе к синхотине. Микрофон ближе к синхотине. Он много говорил о спасении. Я как-то был в одном собрании. Там произносились такие стихи перед проповедью. Проповедь была на праздник. Прилосили очень много своих родственников. В большую церковь посадили на первом ряду своих достарелых родителей. И священник, проповедник говорил этот стих, что такая человеческая жизнь. 70 или больше крепости 80. А потом так долго смотрел на первый ряд. Смотрел, они уже смущаться начали. Он говорит, я смотрю тут уже многие перехаживают. Я думал, что люди сейчас в первый раз в собрании обидятся. Нет, тем не менее, очень серьезно восприняли вина. Вот мы в такие годы задумываемся. Мне еще нет. Но есть некоторые... Об этом нужно думать всегда, я так думаю. Потому что не знаем, что с нами будет. И кирпичи могут упасть или еще что-то. Хочу предложить вам для проповеди место из Святого Писания. Это Евангелие от Иоанна, 10 глава, 28-29 стих. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек. И никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех. И никто не может похитить их из руки Отца моего. Аминь. Тема проповеди «Гарантия святым». Цель сегодняшней проповеди будет заключаться в том, чтобы рассеять всякие сомнения в жизни верующего человека относительно своего спасения. Знаете, иногда спрашиваешь у человека верующего, уверен ли ты в своем спасении или нет. Он отвечает «Не знаю, или я не уверен». На самом деле, братья и сестры, это не скромность какая-то может показаться на первый взгляд, а это трагедия. Настоящая трагедия в жизни верующего человека. Что может быть хуже сомнений или неуверенности? Сегодня ты на вершине блаженства, славишь Бога и радуешься своему спасению. А уже завтра ты в пучине уныния и разочарования и полон всяких сомнений. В Библии ты читаешь, что Бог тебя любит. И Он тебе так любит, что Сына Своего Единородного отдал за тебя, чтобы ты не погиб, а имел жизнь вечную. А тебя пугают, что спасение можно потерять. Или тебе его еще нужно заслужить. Сегодня мы с вами поразмышляем над всем этим и постараемся на основании Святого Писания разрушить этот бастион сомнений. Чтобы у нас не осталось никаких сомнений относительно своего спасения. О чем нам говорит место из Библии, которое мы с вами только что зачитали. Вот который вот здесь. Это, по сути, это заверение из Иисуса о том, что тот, кто однажды получил благодать от Бога, то есть спасение, не может его потерять. Смысл этих стихов заключается в том, что Бог однажды избрал человека, предопределив его к спасению, уже никогда не оставит и не бросит его. Бог будет держать верующего в него человека своим всемогуществом. И обязательно доведет до своего царства. И мы в этом никогда не должны сомневаться. Что бы нам ни говорили, как бы нас в этом ни пугали. Нет в этом, под этим небом, такой силы или опасности, которая могла бы вырвать нас из руки Господа. И вот 29 стих. Давайте еще раз зачитаю. Отец Мой, Который дал Мне их больше всех. И никто не может похитить их из руки Отца Моего. Давайте поразмышляем над тем, в чем заключается всемогущество Бога. Это очень важно знать и понимать для того, чтобы нам не сомневаться. В чем заключается всемогущество Бога? Оно заключается в том, что Бог по своему изволению направляет весь ход событий в этом мире. Все подчинено Богу и движется только им. Без Него в этом мире ничего не происходит. В том числе и в нашей с вами жизни. Каждый наш вдох, каждое мгновение нашей жизни во власти Бога. Все от Него зависит. Это нам кажется, что что-то от нас зависит. Зададим себе вопрос. Можно ли что-то похитить или тем более отобрать у того, кто направляет весь ход событий в этом мире? Кто сотворил и управляет этим миром? Кому все подчинено в этом мире и без которого ничего не происходит? Думаю, ответ очевиден. Если, братья и сестры, если сам Бог оказывает нам свое покровительство, держит нас и хранит в своей руке своим всемогуществом, тогда, соответственно, никто и никогда не сможет нас похитить из руки Его. Мы находимся в полной безопасности. Нет в этом мире такой силы, которая могла бы вырвать нас из руки Господа. Шалом 61. Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое. Только Он твердыня моя, спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь более. Только в Боге успокаивается душа моя, ибо на Него надежда моя. Только Он твердыня моя, и спасение мое, убежище, не поколеблюсь. В Боге спасение мое, и слава моя, крепость силы моей, и упование мое в Боге. Аминь. Можем мы на это сказать аминь? Аминь. Слава Богу. Далее давайте поразмышляем и ответим себе еще на один вопрос. Очень важный. Всемогущий Бог, который однажды возлюбил нас, может ли, как человек, завтра разлюбить нас? Вы знаете, сегодня любится, завтра разлюбится. Бывает у Бога, да? Исайя, 49 глава, 15 стих. Забудет ли женщина грудного дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Аминь. О чем нам говорит этот стих? Это заверение Бога в том, что Он никогда не забудет того, кого Он однажды возлюбил. Разве может быть Бог Богом, если что-то пообещает, скажет и это не исполнит? Никак. Это заверение Бога. Что даже если мать оставит ребенка своего, Бог никогда не забудет нас. Здесь, в этом стихе и вообще нигде не говорится о каких-то делах или поведении, за которые Он может передумать. Никаких делах здесь не написано. Не хочу, чтобы Вы как-то превратно поняли меня, о чем я говорю. Я отнюдь не призываю Вас как-то легкомысленно относиться к спасению или безответственно. Но хочу донести лишь то, что если даже мы по каким-то причинам спотыкаемся или падаем, мы никогда не должны отчаиваться и сомневаться в спасении. Божья любви к нам, а подниматься и идти дальше. Знаете, самый страшный грех – это не падение, это отчаяние. От отчаяния происходит и вере, и все остальное, и какие-то поступки не обдумываем. Все мы согрешаем, все, братья и сестры. Кто говорит, что не грешит, тот лжет, врет сам себе и другим. Это не мои слова, так говорит Писание. Давайте прочитаем 1 Иоанна, 1 глава. Читаем. «Если говорим, что не имеем греха, то что? Обманываем самих себя. Истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. И если говорим, что мы не согрешили, то предоставляем Его лживость. И Слово Его нет в нас. Аминь». Так говорит Писание. «Если говорим, что не грешили, то мы обманываем самих тебя». Знаете, как-то в собрании я свидетельствовал о том, что в моей жизни сотворил Господь. Рассказывал, какую жизнь я вел. Она у меня была не очень хорошая и много греха и недостойных поступков совершил. И после собрания ко мне подошла сестра и говорит, в отличие от тебя, брат, я пришла к Богу совершенно чисто. Я и до этого не грешил, я и в церковь хожу и грешу. Я даже, знаете, как-то растерялся и сказал мне, сестра, наверное, апостол Павел, жаль, что тебя апостол Павел не знал раньше. Мы не в одно время родились. Он послание Римлян как-то бы по-другому написал. Там написано «Потому что все согрешили и лишены славы Божьей». Хотя бы он знал вас раньше, родная сестра. Он бы в скобочках три писочки написал. Кроме одной сестры, проживающей в городе Тагангобе. Мы не должны, братья и сестры, обманывать себя, что мы не грешим. Это не хорошо, что мы грешим. Мы должны признаваться, и тогда Господь, будучи верен, прощает нам грехи наши. Хуже, когда мы лжем самим себе и людям. Знаете, когда мы лжем и людям, это еще как-то, знаете, комедия. Вот когда мы обманываем себя, это трагедия. Тогда в нашей жизни ничего не происходит, не меняется сердце, ничего подобного. Мы должны быть честными самим себе. Несомненно, братья и сестры, за плохое поведение мы будем нести определенное наказание. Порой даже и очень суровое. Это воспитательный процесс нашей жизни. Но любви своей Бог нас никогда не лишит. Никогда. Скажите, кто-нибудь из вас, имея ребенка, двоечника, знаете, озорника, поменяете на какого-то Тихоньего или Вандеркинга? А есть такие? Или своего больного ребенка, который часто болеет, на здоровенького, знаете, вот Узика. Нет? Никто не поменяет. Или тем более оставит его, наверное, на произвол судьбы. Потому что он плохой, мы возьмем и бросаем своих детей. Мы такого не делаем. Что говорить о Боге? Святое Писание говорит нам, что Бог любит нас гораздо больше, чем мы любим детей наших. И Он не забудет и не оставит нас. В этом мы не должны сомневаться ни при каких обстоятельствах. Воспитывать? Да, конечно, будет. От этого нам никуда не деться. Но Он не разлюбит. Это самое главное. В любви мы не должны сомневаться. Воспитывать будет. Кого люблю, того и наказываю. Того и воспитываю. Если мы внимательно читаем эскизовет, а именно истории израильского народа, то видим, что Бог часто наказывал Свой народ за что? За непослушание. Да. Ну, никогда не забывал о Нем. Когда они жили по Его заповедям, послушание, Он благословлял их всеми благословениями со всех сторон. И от врагов, и достатком. А когда они забывали о Нем, Он напоминал им о Себе. Третье. То, о чем мы должны знать. В Библии все очень важно. Никуда от этого не денется. Истины эти мы должны знать. Чтобы мы не сомневались. Господь говорит, не кайте в Святое Писание. Третье. То, о чем мы должны знать. Это то, что Бог избрал в Себе людей еще до сотворения этого мира. И записал в книги жизни. То, о чем мы говорили в самом начале. И ни один человек из этого числа не будет оставлен Богом. Все они получат спасения. Ярые сторонники учения спасения по делам. Их сейчас развелось много. И это католицизм, и православие. И, к сожалению, очень многие протестантские церкви этим решат. Упираются все на дела. И пугают людей, что можно потерять спасение. Вот эти ярые сторонники учения спасения по делам явно не учли одного факта. Такого. А именно того, что книга жизни. Это что? Это не амбарная книга. Это, знаете, амбарная книга. Приход-расход, да? Согрешил? Тебя вытекнули. Пугал. Бабушку провел через дорогу? Прибил. Нет. Книга жизни. Книгу жизни. Люди были записаны еще для сотворения мира. Которую можно кого-то вписать, кого-то выписать или сегодня вписать, а завтра выписать или удалить. Такого невозможно сделать. И это просто невозможно при всем желании. Это не может сделать никто, ни одно творение в мире. В том числе и сам избранный человек. Не может этого сделать. Если ему вдруг залетит такая бредовая идея в голову. И те от Господа. Или отказаться от спасения. Кто не сможет этого сделать? Возникает совершенно очевидный вопрос. Почему? А потому что эта книга запечатана печатью. И никто не может снять ее до определенного срока. А именно до второго пришествия Христа. Второе пришествия Христа еще не было? Что, кто-то там намерен вписывать, кого-то выписывать? Пугать? Нет. И снята она будет только самим Христом. Об этом говорится в Библии. Так что избрание, если хотите, это приговор. Который не подлежит ни обжалованию, ни пересмотре. Это односторонний акт суверенной воли Бога. Ефесянам 1 глава. Читаем. Так как Он избрал нас в Нем прежде с созданием мира, чтобы мы были святы и непорочи в единой любви. Здесь апостол Павел прямо говорит нам, что любовь Божия избрания основана на его Боге. Что? Благоволение. А не на чем-то, как бы то ни было, другом. Что бы мы сделали и что мы должны сделать. Нет. На благоволении. Читаем по тексту далее 5 стих. Предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей. Бог решает, а не человек. Сравним с Ветхим Заветом. Проведем некую параллель. Второзаконие 7 глава. Читаем. Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас. Ибо вы малочисленнее всех народов, но потому, что любит вас Господь. И для того, чтобы сохранить плятву, которую он плялся от Сам ваших, вывел вас Господь рукою крепкою, мышцей высокую. И освободил тебя из дома рабства, из руки фараона, царя Египетского. Аминь. Аминь. О чем здесь говорится? Здесь говорится, что причиной избрания Божьего народа, израильского народа была, что Божья любовь к этому народу. И его заветят сами израильные. А не какие-то особые качества самого народа. Или их заслуги, в чем они были уверены и заблуждались. Но Господь ему объясняет. Не потому, что вы многочисленнее всех, а больше или еще по каким-то причинам. Нет, конечно. Так же и наше избрание и спасение является чем? Волей Божией. Любовью Богу к нам. В Иисусе Христе. А не от наших каких-то особых качеств. Или дел. Или заслуг. Мы это должны понимать. Гарантия нашего спасения. Что еще является? Любовь Бога отца от нас. В Иисусе Христе. И ничто, и никогда не означает. Не сможет отлучить нас от этой любви. Апостол Павел, говоря о любви Божией, отмечает в этой связи безопасность. То есть гарантию. Святых в настоящем, так и в будущем. Римлянам 8 глава. 31 глава. Читаем. Самое любимое моё. У меня когда трудно, я всегда его читаю. И когда что-то согрешаю. Что-то там происходит. Непонятно. И все сомнения. Я всегда это вместо читаю. Мне всегда помогает. Наверное у каждого есть такое местечко в Библии. Которое нам помогает, сподряет, ставит всё на свои места. И читаем. Что же сказать на это, если Бог за нас? Кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос. Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и Одесное Бога. Он и Ходотайствует за нас. Кто отлучить нас от любви Божьей? Скорь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч. Как написано. За тебя умышляют нас всякий день. Считают завет, обречённых на заклание. Но всё сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашим. Аминь. Братья и сестры, если Бог за нас, то можно не сомневаться в спасении. Риторический вопрос ещё звучал в начале текста. Он такой. Если Бог за нас, кто против нас? Кто против нас, если Бог за нас? За нас. Далее. То, что Бог ходил Сына Своего на смерть за нас, это наивысший дар, который является залогом и гарантом нашего спасения. Христиане получают оправдание веры в Христа, а не собственной праведности. Знаете, на языке такой вопрос вертится. Хочется спросить у тех учителей, которые учат, что спасение нужно заслужить. Заработать собственной праведности или дела. Знаете, вопрос такой. Зачем вам нужен Христос, если вы собираетесь оправдываться Законом? Где тут логика? Я не понимаю, в чём тут фокус? Почему вы называли Иисуса Своим Спасителем? Почему? Но при этом обесцениваете Его пролитую кровь на Голгофе. Говорите, что её недостаточно для искупления. Нужны ещё дела. Знаете, сам Бог, Сына Своего Единородного, кровь пролил. А мы то, что из праха сотворенный, мы не что, пыль в этом мире. И мы ещё собираемся какими-то своими собственными делами, говорить, недостаточно Божьей любви. И учат братья, вы должны ещё что-то делать. Мы обесцениваем это, мы оскорбляем самого Бога, когда обесцениваем кровь пролитую на кресте ради нас. Сегодня, к большому очень сожалению, многие церкви видят в Писании только закон. только иные языки, пророчества, знамения и чудеса. И строят на этом своё упование. А иногда упование строят на том, что свинину съел всё ты. Недостоин Царства Божия. Не ешь свинину, значит ты спасён. Знаете, не могут увидеть самого главного. Что самое главное? Это Иисус Христос. Вся Библия говорит об Иисусе Христе. Она говорит и о законе, и о пророках, и о иных языках. Но самое главное, сама суть, это Иисус Христос. Это первая причина всего. О таких Иисус говорит в Евангелии от Матфея, 23 глава. Это о тех учителях, которые, товарищи, нужно очень сильно постараться. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное Человеком. Ибо сами не входите, и хотящих войти не допускаете. Братья и сёстры, смертью и воскресением Христа Бог уже снял все обвинения против нас. Как прошлые, так и настоящие. Самооправдание излишнее. Сам Бог является гарантом нашего спасения. Как написано, кто будет обвинять избранных Божиим? Бог оправдывает их. Над нами не может тяготеть уже никакое осуждение, если принявший на себя наши грехи воцарился и ходатайствует за нас. Где? На небесах. Да. Никто в сотворенном мире не может воспрепятствовать нам пользоваться любовью к нам, Бога Отца во Христе Иисусе. Еще раз прочитаю, что написано. Никакая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе наш. Этими словами можете любому поисею и книжнику закрыть рот, если он будет вас призывать или в чем-то, чтобы вы сомневались. Ничто не может нас отлучить от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим. Еще для закрепления. Хочу привести еще одно место из Писания о том, что оправдание получается исключительно по вере, а не по делам закона. Римлянам. Третья глава. Но ныне независимо от закона явилась правда Божия, о которой свидетельствуют законы пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия. Потому что все согрешили и лишены славы Божией. И 24 стих, читаем внимательно. Получая оправдание как даром по благодати Его искупления во Христе Иисусе. Аминь. О каких тут делах говорится? Кто нас пугает? Извините, я часто зациклен на этих учителях. Просто я был в этом учении. Я хочу сказать, что вам очень сильно повезло, кто первый сразу начал ходить в эту цепь. Я ходил очень долгое время в другом учении. И знаете, у меня глаза... Я приходил в собрание, у меня просто... Жена говорит, не ходи туда, ты скоро в нервную встанешь. У тебя уже глаза в этом делают. Понимаете? Я читаю в Библии одно. Прихожу, мне учат совсем другое. Пугают, заставляют, куда-то бежи, куда-то что-то делают. А не тот тебя, знаете... А в Библии совсем другое. Прихожу и... Несоответствие, знаете... Перемыкает. Ну, может быть, с ума. Знаете, я видел, как там люди в пиво добавляли дихлофос. Знаете, вот после этого башка у них сносилась напрочь. Знаете, вот этот коктейль из благодати, из закона сносит башку еще больше. И вот несовмещение, где благодать, а где закон. Нельзя совмещать благодать с законом. Конечно. Это вещи несовместимые. Братья и сестры, на чем строится наша уверенность в спасении? На том, что мы избраны самим Богом. Это прежде всего. Избрание наше не по делам, а исключительно по благодати. Конечно, по благодати. Главный вопрос, который может сейчас волнует многих из вас. Его должен волновать. Как мы можем узнать, что именно мы избраны? Вопрос волнительный, да? Ответ очень такой незамысловатый. То, что мы избраны, мы узнаем из того, что мы веруем в Иисуса Христа. Только человек, рожденный от Бога, может уверовать в Иисуса Христа как своего Спасителя. И никак по-другому. Не может человек уверовать в Иисуса Христа, если не родиться свыше. Римлянам. Восьмая глава. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы жить опять в страхе. Мы приняли духа усыновления, которым зывает Алла Христа. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьей. Аминь. Братья и сестры, наряду с оправданием и избавлением от осуждения, верующие люди становятся членами семьи Божьей. И имеют об этом внутреннее свидетельство от Духа Святого. Написано, сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьей. Знаете, можно верить в Бога как Творца Всего Сущего. Об этом говорится практически во всех религиях. Но вера в Иисуса, как своего Спасителя, это нечто иное. Эти люди и называются избранными. Иногда люди говорят, что они сами пришли к вере, что это их свободный выбор, или пришли к вере какими-то логическими умопостроениями. Это, братья и сестры, заблуждение. Вера это не продукт человеческой мысли, или каких-то усилий, а дар, исходящий от Бога. Это дар Божий. Мы не можем себе в заслугу поставить, что мы стали верующими. Это дар. Бог нам даровал этот дар, чтобы мы веровали. Ифициантам 2 глава 8-9. Читаем, что тут написано. Ибо благодатью вы спасены через веру. И сиение от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. И еще одно место. Римлянам. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Братья и сестры, спасение от Бога, а слышание Его Слова, а не от самого человека. Те, кто учат, что спасение от дел, очень сильно заблуждаются. Нельзя назвать благодатью то, что продается или покупается. Это уже не благодать. Если благодать нужно заслужить или заработать, это все, что угодно, только не благодать. Все, что угодно, называйте это. Но это не благодать. Благодать это не заслуженный дар. Братья и сестры, если кому-то из вас что-то подарит, ну, а подарить вам, все души. А потом скажут, брат, отработай мне этот подарок. Или заплати мне за этот подарок. Будет это подарок или нет? Чуть-чуть еще потерпеть у меня, я уже забыл. Несомненно, да я знаю, как долго сидеть уже. Несомненно, христианин украшает свою жизнь с какими-то добрыми делами, поступками, кротостью, смирением. Но это он делает не из-за страха потерять спасение, или тем более заслужить его, а из чистой благодарности. Не примешивая к этому никакой христики. Исполнение закона является для него выражением уважения и любви к Господу, к Богу. Возрожденный человек просто не может оставаться неблагодарным. А благодарен, потому что к этому побуждает его Дух Святой, который живет внутри его. когда мы получили рождение свыше. Поэтому мы веровали в Иисус Христа. Он побуждает нам делать эти добрые дела, а не страх потерять спасение. Это разные вещи. Не может быть человек счастливым и радостным. Говорит Бог, радуйтесь спасению, будьте счастливы. Но может не быть человек радостным, если он делает все из-под палки. Никак не может плать. И последнее, это очень важно. 2 Коринфянам, 13 глава, 5 стих. Испытывайте самих себя. Верили вы? Самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос вас, разве только вы, не то, чем должны быть. Иногда апостол Павел в своем послании побуждает верующих в церкви Коринфян, чтобы они исследовали сами себя. Современным языком он побуждает их, что делать. протестировать самих себя. Потому что мы можем иногда-то заблуждаться. Но есть некоторые опознавательные знаки, по которым мы можем протестировать себя и видеть. А правда ли мы верующие? Или мы, может, просто заблуждаемся? Что относится к таким свидетельствам? Я просто их зачитаю. И я выделил 4 свидетельства, на мой взгляд, самые важные. Мы не будем их как-то развивать, а просто я их перечислю, потому что понимаю уже по времени. К таким свидетельствам относятся. Искреннее доверие Христу. Мы должны следовать. Есть ли у нас искреннее доверие Христу? Протестируйте самих себя. Второе. Перемена нравственного состояния. Приводящая к послушанию Бога. Если вы до того, как начали ходить в церковь, и после, и у вас тут нравственно ничего не меняется, как бы помышления у вас были и те же, то протестируйте самих себя. Есть ли у вас какая-то перемена, что-нибудь изменилось, создано сознание, сердце. Это третье. Непрестанное возрастание во священии. Что такое священие? Это преображение. Это то, что преображает нас. А мы преображаемся в облик Иисуса Христа. Верующий человек происходит это преображение. Иногда люди думают, что у человека веровал сразу, и такой чистый, и хороший. Нет, у нас происходит преображение. Для этого нужно время. Для кого-то это быстрее. Кто-то замушает себя Духом, кто-то наоборот. И четвертое, очень важное. Очевидные плоды Духа. В том числе, любовь, братьев, поверить. Это очень важно. Любить братьев, поверить. Иногда мы говорим, мы верующие, мы любим Бога. Знаете, видеть друг друга тем, как можно пореже. Никаких встреч, нечего там. Сойти можно. Очень редко. Братья и сестры, если нет этих качеств в нашей жизни, мы все протестируем, то мы должны, конечно, задуматься. Верующие ли мы, или просто выбрали удобную религию. Удобно нам просто ходить, время проводить, интересные знакомства, интересно, что нам в басе идут рассказы. В общем, определите в себе, потому что это очень важно. Для спасения протестировать себя и знать. Они напастны для этого. Сейчас, братья, передавая.